Привет, с вами Морсов, это ещё один урок по SFM. Сегодня я расскажу о такой немаловажной вещи, как лицевая анимация, и на небольшом примере покажу, как её делать. А точнее, объясню, как правильно делать липсинг, как анимировать верхнюю часть лица, и отдельно поговорю об анимации глаз. Итак, начнём. Допустим, у нас есть персонаж и речевая дорожка для него. В данном случае это Хэви и его боевой клич. Нам нужно, чтобы губы персонажа двигались в соответствии со звуковой дорожкой, иначе говоря, нужно сделать липсинг. Важно отметить, что анимировать необходимо не только губы, но и верхнюю часть лица, чтобы подчеркнуть эмоции героя. Липсинг можно сделать несколькими способами. Самый простой — применить автоматический липсинг. Для этого выделяем звуковую дорожку, ищем в сете Хэвика группу Face, и выделяем подгруппы Mid-Face, Lower-Face и Tongue. Нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем Extract Phonemes, и получаем что-то вроде этого. Кстати, это работает только на HVM-моделях, то есть на моделях, у которых есть группы флексов Upper-Face, Mid-Face и Lower-Face. Однако, если у вас нестандартная HVM-модель, липсинг работать скорее всего не будет. Как это исправить, смотрите видео по ссылке в описании. Полученный результат явно далек от идеала. Этот способ можно использовать при анимации фоновых персонажей, но не для основных героев, снимаемых крупным планом. Второй способ также весьма прост. Мы можем воспользоваться ползунками из вкладок Vizem или Phonem. Здесь есть положение губ для каждого звука, нам остаётся только расставить ключи в граф-эдитере. И третий самый надёжный, но вместе с тем самый долгий способ сделать всё вручную. Итак, нам нужно анимировать три группы флексов. Upper-Face, Mid-Face и Lower-Face. Группу Tongue я обычно не трогаю, язык всё равно не видно, да и не у всех моделей он есть. Об анимации глаз мы поговорим позже. Кстати, флексы – это всё, что управляется ползунками. Начнём с группы Lower-Face. Она отвечает за губы и челюсть. Для начала создаём несколько ключей для каждого звука. Референсы Phonem я также скину в описании, но вы всегда можете просто посмотреть в зеркало, если вам непонятно, как складываются губы при произношении того или иного звука. Основные ключи у нас есть, но этого явно недостаточно. Поэтому создаём дополнительные, чтобы сделать анимацию более реалистичной. Вообще, это принцип для любой анимации, не только лицевой. Чем больше ключевых кадров, тем лучше. Окей, такой результат нас более-менее устраивает. Переходим к группе Mid-Face. Это, собственно, средняя часть лица, то есть щёки и нос. Здесь я чаще всего пользуюсь только самым верхним ползунком, отвечающим за подъём носа. Тут довольно просто. Если персонаж злой, нос поднимается. Но не везде, а только когда челюсти почти сомкнуты. Щёки можно анимировать, если персонаж улыбается, но, как вы понимаете, в данном случае это не к месту. Анимируем нос, стараясь сделать его не слишком плавающим, и переходим к группе Upper-Face, брови и веки. Поскольку персонаж у нас явно разъялен, брови у него должны быть нахмурены. Но при этом, когда человек что-то говорит, он не держит свои брови в одной позиции, а слегка шевелит ими на ударных слогах. Например, слегка приподнимает края бровей на этом моменте, и чуть сильнее на этом. Не забывайте, что человеку нужно моргать, поэтому создадим где-нибудь три кейфрейма на расстоянии двух-трёх кадров друг от друга, и на среднем потянем ползунки Close-Lead и Multi-Close-Lead. Теперь поговорим об анимации глаз. Тут важно знать следующее. Человеческий глаз – это охренеть, какой быстрый орган, а значит зрачок должен двигаться резко и не должен плавать. Допустим, у нас есть всё тот же Heavy, он ничего не говорит, просто что-то рассматривает. Создаём несколько ключевых кадров на произвольном расстоянии друг от друга и пузим глаза так, чтобы положение зрачка на каждом кейфрейме немного различалось. Выделяем все ключи и нажимаем кнопку Steped. Она четвёртая над таймлайном в граф-эдиторе. Вот примерно так глаз и должен двигаться. Можно добавить ещё ключей, чтобы сделать взгляд более живым. И чтобы добавить небольшую плавность перед каждым кейфреймом, ставим ещё один кейфрейм на расстоянии двух-трёх кадров. Нажимаем первую кнопку над таймлайном, не помню как она называется, вроде Лейнеар. И получаем весьма неплохой результат. Под глаза можно подогнать брови. Тут я ничего конкретного не скажу, но добавлю, что движения бровей также не должны плавать. Но при этом не стоит делать их такими резкими, как движения глаз. Однако зрачки не всегда двигаются так резко. Например, если персонаж смотрит на какой-то движущийся предмет перед собой, его взгляд будет перемещаться плавно. Тогда можно воспользоваться костью ViewTarget. Глаза персонажа всегда направлены на неё, если не затронуты остальные ползунки. На этом у меня всё. Не забывайте подписываться на канал и вступать в мою группу ВКонтакте, а также в группу PassFM. Там много полезной информации. Всем удачи и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok